Доброе утро, коллеги! Сегодня мы продолжаем нашу серию вебинаров, и сегодня Михаил Соболев, наш инженер по сетевым технологиям, расскажет о тех новинках, которые появились в решении NetScaler SD-WAN в его 10-й версии. Миша, передаю тебе слово, надеюсь, будет интересно. Ну и заодно всем напоминаю, что у нас будет этот вебинар записан. Если кто-то по каким-то причинам не сможет досмотреть его до конца в онлайне, смогут потом скачать записанную версию и, соответственно, скачать презентацию. Ну и также призываю вас задавать вопросы во время презентации, либо в конце у нас будет еще выделено время на сессию вопросов и ответов. Спасибо! Спасибо, Сергей. Коллеги, доброе утро! Меня зовут Михаил Соболев. Я системный инженер и занимаюсь сетевыми продуктами в компании Citrix. И, в частности, один из моих любимых продуктов – это NetScaler SD-WAN. Продукт очень мощно, скажем так, вошел в продуктовую линейку Citrix, привнеся абсолютно новый подход к организации распределенных сетей, передачи данных. И, соответственно, это один из самых развивающихся, наверное, я сказал бы, сетевых продуктов, которые сейчас есть в портфолио. Что касается роста вообще заинтересованности наших коллег, заказчиков, партнеров в этом продукте, то мы получаем порядка… За прошлый год мы увидели порядка 180% рост не то что заинтересованности, а уже реальных заказчиков, которые используют решения NetScaler SD-WAN в своих сетях. Естественно, чем больше заказчиков, тем больше потребностей. И логично, что с каждой новой версией компания Citrix будет привносить все больше новых и новых каких-то функционалов, решений в рамках, естественно, всех сетевых продуктов, ну и с дивана в частности. То есть в этом году мы ожидаем две, скажем так, два ключевых релиза. Один из них уже вышел совсем недавно, это было 1 марта. Версия 10.0, без какого-то кодового названия, которая, в свою очередь, отвечает на запросы заказчиков, в первую очередь, по масштабируемости, определенным интеграциям с текущей сетевой инструкцией. Ну, и много-много других особенностей, которые появились сейчас. Итак, ну, по порядку. Наверное, хотелось бы начать, поскольку это все-таки сеть и сетевые устройства, начать с новых моделей, которые появились у нас в начале этого года, ну или некоторые в конце прошлого. Первая, ну и такая, наверное, одна из самых интересных моделей – это новая 210-я серия Standard Edition. Напомню, что NetScalers D1 имеет три редакции – Standard Edition, OneOp Edition и Enterprise Edition. Соответственно, функционал по организации распределенной сети предприятия – это Standard. Оптимизация каналов передачи данных – это дедупликация, оптимизация тестирования – это OneOp, OneOptimizация. И Enterprise – это решение, которое включает в себя оба этих функционала. Соответственно, 210-е устройство существует только в редакции Standard Edition и призвано оно закрыть нишу small business, небольших филиалов предприятия, возможно, каких-то коммерческих точек. То есть это будет какая-то небольшая точка продаж с небольшим количеством сотрудников, либо в случае банков какой-нибудь банкомат или какая-то специализированная машина. То есть, ну, то, где не требуется больших инвестиций, не требуется очень большая производительность. Хотя, на мой взгляд, для устройства, имеющих форм-фактор фактически домашнего роутера, на сегодняшний день 50 мегабит в секунду – неплохая пропускная способность. Как мы видим на слайде, до 8 виртуальных путей, то есть до 8 филиалов можно подключить к этому устройству. И плюс безвентиляторный дизайн, да, то есть это устройство из серии поставил и забыл, да, то есть, ну, чуть более подробно поговорим позже, да, но фактически его можно где-то поставить без какого-то инженерного воздействия на него в какой-нибудь удаленный филиал, воткнуть провода, оно автоматически настроится, не будет шуметь, то есть оно фактически может там стоять на столе у сотрудника, но при этом полноценно выполнять функцию программно определяемой OneCT, да, то есть строить overlay, создавать какие-то приоритизации трафика и тому подобное. И все это в таком небольшом форм-факторе. Линейка 210 устройств будет развиваться, то есть уже со дня на день мы ожидаем устройство 210 с LTE модемом на борту, да, то есть, ну, логично предположить, что если это устройство строится небольшой филиал, то с каналом передачи данных там будет все не очень хорошо, да, и как один из резервных или основных можно будет использовать LTE или 3G сеть мобильного оператора. Кроме того, где-то в середине этого года мы ожидаем, что появятся модели с Wi-Fi, то есть и также будут различные вариации, где только LTE, только Wi-Fi, либо Wi-Fi и LTE, и все в рамках одного устройства. Следующее, что изменилось с приходом 10 версии, это новое лицензирование. Соответственно, уже давно известная и широко используемая 410 серия изменила свою градацию, да, появилась новая, скажем так, ступень производителя, это 200 Мбит в секунду, фулл дуплекс, и убрано самое минимальное, 20 Мбит, да, ну, понятно, что на замену фактически этой точки пришла 210 серия. Вышло абсолютно новое устройство на замену предыдущей 2000, это 2100. Немножко отходя в сторону, также на замену существующей тысячной линейки будет выпущена 1000, она даже будет еще несколько более функциональной, чем данная модель. Но чем характерна уже имеющаяся сейчас в наличии 2100, это новая архитектура, да, то есть если раньше на двухличном устройстве стоял ZIN сервер, на котором могли подниматься виртуальные машины, которые, соответственно, выполняли функционал стандарт эдишн, то есть вот этого объединения каналов передачи данных и функционал ван-оптимизации за счет параллельно установленного виртуального апплаймса для оптимизации, то здесь архитектура изменена на использование Linux-хост машины и ТВМ-гипервизора. Соответственно, в целом архитектура будет выглядеть следующим образом, да, то есть по производительности, опять же, мы видим увеличение, ну, практически в два раза, не практически, а для младшей и старшей линейки так и есть, то есть если раньше максимально двухтысячная серия давала 250 мегабит, то сейчас 500 мегабит максимум – это производительность, скажем так, неоптимизированного трафика в объединенные каналы, плюс 100 мегабит оптимизированного трафика, плюс к этому, да, то есть это поверх. Устройство позиционируется как устройство для большого или среднекрупного, скажем так, филиала, либо для небольшого цвода, да, то есть, как мы видим, к нему есть возможность подключить до 128 филиалов к этому устройству, да, для большого исполнения в качестве центрального узла, соответственно, ну, можно предположить, что это, ну, как такая распределенная сеть среднего предприятия. По архитектуре это будет выглядеть следующим образом. Непосредственно на сам хост, да, то есть на вот эту аппаратную составляющую установлен образ Virtual One, Standard Edition, и, в свою очередь, при необходимости, в свою очередь, при необходимости, на нем можно поднимать виртуальную машину на базе Linux-хоста, да, на базе KVM-а с функционалом ван-оптимизации, которые уже будут взаимодействовать между собой по внутренней шине. Следующее, что появилось, это изменения в виртуальных моделях. Появилась поддержка 10-гигабитных интерфейсов на гипервизорах VMware. Производительность апплаймса на гипервизоре Hyper-V теперь достигает 1 гигабита в секунду, может достигать 1 гигабита в секунду. Появилась градация, как VPX, да, то есть, ну, исторический VPX – это название виртуальных устройств, сетевых устройств компании Citrix. VPX и VPX L. L, ну, наверное, несложно догадаться, это Large. Соответственно, в случае добавления к VPX определенного числа виртуальных процессоров и определенного числа оперативных устройств меняет свою идентификацию как на большой VPX и, соответственно, получает возможность добавлять к себе большее количество филиалов для управления, большего количества потоков данных, ну, и, исходя из этого, естественно, большую производительность там по Firewall и по всем остальным его функциям. Количество интерфейсов увеличено до 8, да, то есть, ну, фактически виртуальные устройства можно использовать как некий центральный узел, как мастер-контроллер в данной инфраструктуре для всей сети предприятия. Что касается старших моделей, то также увеличена производительность для 4100 серии и для 5100 серии. Кроме того, ну, поскольку это все-таки некий публичный слайд, да, но хочется отметить, что стоимость данных моделей на сегодняшний день значительно снизилась, да, то есть там немножко было изменено и переоценено ценовой подход, скажем так, к данным решениям, да, и сейчас стоимость будет очень интересна. Учитывая весь функционал этого устройства, как по марштизации, по, в принципе, вот этому программно определяемым распределенным сетям, да, устройство будет стоить на уровне, ну, скажем так, среднего недорогого марштизатора от каких-нибудь известных производителей, что делает вообще новый подход еще более интересным. Итак, ну, это, скажем так, что касается железа, что касается физики, да, на чем это все базируется. Теперь можно перейти непосредственно к тем изменениям, которые коснулись все-таки в программной составляющей продукта, да, а именно, что добавилось в версии. Первое, что хочется отметить, что все, что, как бы, все реализации, доступные сейчас, это все сделано для увеличения масштабируемости. То есть, если ранее до версии 10.0 мы имели некое, скажем так, моральное ограничение в 550 узлов, то сейчас, на сегодняшний день, это число расширено до 2,5 тысяч, и в дальнейшем, да, уже там, это даже будет не какие-то ключевые релизы, а просто с добавлением неких билдов, некой дополнительной функциональности, в конечном итоге финальное число будет 100 тысяч филиалов. Да, ну, то есть, можно сказать, что это фактически неограниченное количество тех точек подключения, к которым необходим централизованный доступ, мониторинг проходящего трафика, бесперебойное качество работы, ну, и все вытекающие плюсы решения программно определяемых сетей. Соответственно, из изменений, что здесь добавилось, за счет чего было достигнуто увеличение числа точек подключения? Ну, в первую очередь добавлена новая роль. То есть, если раньше существовало только две роли, это MCN, мастер-контроллер нода, и бренч, то есть филиал клиентского устройства, то теперь добавлено промежуточное значение, это региональная контрольная нода. Соответственно, ну, топология, да, схематически здесь отображена. Региональные ноды подключаются к мастеру, а к региональным же нодам, в свою очередь, подключаются клиенты. Теперь нет необходимости, как это было ранее, подключать каждого клиента к мастер-контроллеру, да, то есть тем самым экономить его ресурсы. Ну, и фактически, если мы берем какую-то старшую, то есть мастер-контроллер, например, 5000-й серии, который может подключить к себе 550 регионов, и каждый из них, в свою очередь, может подключать еще большое количество тех же, ну, уже сателлитов, которые ему доступны. Ну, естественно, тот же мастер может подключать, держать на себе не только региональные ноды, но и филиальные устройства, да, то есть осуществлять непосредственное управление этими устройствами. Что касается изменений конфигурации, да, ну, понятно, что добавление новой роли не могло никак не повлиять на интерфейс. Соответственно, мало того, что добавлены новые режимы работы, ну, логично, да, что мы должны при задании узла выдавать ему роль регионального узла, либо мастер-контроллера, либо узла, которые находятся в отказоустойчивой схеме, схемами, с текущими узлами. Кроме того, в принципе, изменена несколько структура создания конфигурации. То есть, если раньше это было некое единое дерево, где мы там добавляли всякие виртуальные линки, виртуальные пути, IP-адреса, ну, и так далее. То есть здесь конфигурация теперь разделена на смысловые блоки, да, то есть есть блок, есть, скажем так, раздел, где мы добавляем узлы, задаем их характеристики, в следующем добавляем IP-адресацию, ванлинки, в следующем говорим, как эти линки должны взаимодействовать. Дальше оптимизация, если есть таковая на устройстве, да, ну и провиженинг, то есть то, что мы, как мы это будем разливать и использовать. Да, ну, кстати, в целом, опять же, немножко забегая вперед, хочу сказать, что в действии также сделано очень много именно для упрощения управлением именно большой распределенной сетью, да, то есть когда у нас не десяток узлов, а когда у нас их несколько тысяч, да, то есть добавлены некоторые темплейты для различных каких-то функций, которые можно просто в качестве шаблонов добавлять на тот или иной там филиальное устройство либо там региональное устройство. Естественно, данные изменения по масштабированности не могли не коснуться SD-WAN-центра, да, тоже как ключевая точка управления и мониторинга всей нашей распределенной сетью. То есть здесь добавились новые роли для SD-WAN-центра, да, то есть если кто-то знаком с системами управления от Citrix, такими как МАС, либо Инсайт-центр, да, мы сталкивались, что есть некий центральный узел аналитики и есть коллекторы, которые как раз находятся ближе к точке сбора информации. Соответственно, здесь схема отчасти повторяется. Есть некая голова, которая собирает и анализирует всю-всю информацию, и есть коллекторы, которые находятся ближе к филиалам, либо к региональным узлам, да, центральным, собирает вот эту локальную информацию, определенным образом ее оптимизирует, обрабатывает и передает уже на центральный аналитический узел. Кроме того, в SD-WAN-центре добавился IP-интерфейс, причем не только как некий инструмент для сбора какой-то статистической информации с нашей инфраструктуры, но и как интерфейс IP-прокси. Мы можем интегрироваться с какими-либо внешними оркестраторами, коллекторами и получать IP-команды, которые далее будут уже распределены на нашу инструктуру. Но, откровенно говоря, это пока такой роудмап на ближайшее время, то есть более детальной информации, как это будет работать, какие у нас будут интеграции, мы ожидаем в середине этого года, то есть уже там с выходом следующего функционального релиза. Интерфейс также переработан, но оно и логично, да, то есть поскольку системе управления приходится работать с уже сложной распределенной структурой, то добавилось распределение по регионам со сводной информацией, что происходит в регионе, то есть есть ли какие-то критические события, сколько сайтов опрошено в данный момент, сколько сейчас упало, ну и многое другое. Также по каждому региону конкретно мы дальше можем развернуть и посмотреть, какие приложения ходят, какое приложение занимает больше всего полосы в данном регионе, почему так происходит и так далее. Кроме того, также мы ожидаем это где-то летом, данная система будет интегрироваться с облачной системой Citrix Analytics, про которую уже не раз мы рассказывали на наших вебинарах, и, соответственно, уже центральная система аналитики облачная будет определенным образом собирать информацию с нескольких источников, да, понятно, то есть одним из них будет из диван-центра, то есть здесь мы будем получать информацию по пользователям, по приложениям, которыми пользователь пользуется, сколько это приложение, да, то есть что касается текущего решения, будет занимать производительность каких-то серверных устройств, сколько это приложение будет занимать ресурсов канала передачи данных, да, какое SLA на этом приложении, и, исходя из всего этого объема информации, система аналитики будет аккумулировать некоторые прогнозы, да, что вот это, здесь есть какие-то слабые точки, здесь есть, допустим, какая-то опасность, да, там с каким-то юзером, либо с каким-то именно приложением, что почему он так занимает полосу, ну и так далее, да, то есть это тема отдельного вебинара, который следует, наверное, будет проводить чуть позже. Следующее, что добавилось, опять же, в основу того, что значительно увеличилась масштабируемость системы, это возможность частичного обновления, то есть если мы захотим, например, перевести предыдущую версию 9.3, да, на версию 10.0, то нам будет необходимо обновить все устройства в нашей SD-WAN сети одновременно, да, то есть, ну, кто сталкивался с данными решениями, то собираются конфигурации, добавляются новые программы, программные пакеты, вот, аккумулируется некий такой сборка, конфигурация и обновление, и рассылается по всем устройствам. Соответственно, чтобы перейти на 10.0, нужно обновить всю инфраструктуру. Скажем так, связанности и преемственности между 9.3 и 10.0 нет, ну, как и было всегда ранее, да, между 9.2 и 9.3 также не было. То в 10.1, соответственно, данная ситуация изменилась, и теперь для, например, проверки стабильности того или иного программного обеспечения можно использовать обновление частичное, то есть, например, обновление одного региона, либо обновление только некоторых узлов. Соответственно, мастер-контроллер будет понимать, что на следующих устройствах какая-то новая версия, да, что с ними, возможно, нужно работать несколько иначе, ну, поскольку он тоже будет иметь этот пакет у себя, да, но со всеми остальными, со всей остальной, допустим, продакшн-сетью, контроллер нода будет работать по-старому на старой версии. Естественно, при любом обновлении мы очень рекомендуем и очень советуем все проверять сначала в некой тестовой среде, не разливать все на продакшне и не использовать даже частичное обновление для тестирования какого-то нового функционала. Для этого есть тестовые среды. Не делайте это, пожалуйста, на продакшн-сетях. Следующая модель. Также, да, то есть, я, наверное, буду на каждом втором слайде говорить, что все сделано для работы с крупными распределенными сетями. Изменилось, не подход, не изменилось лицензирование как таковое, да, то есть у нас как лицензировалась пропускная способность на устройствах, так и продолжила. У нас нет лицензирования каких-нибудь TCP-сессий, либо тому подобное. Изменился подход в добавлении лицензии на устройство. Соответственно, если раньше администратору требовалось заходить на каждую физическую коробочку и либо добавлять туда лицензионный файл, либо прописывать там какой-то сервер лицензии, с которого это устройство будет брать этот лицензионный файл, то в 10.0, что логично следует из моего рассказа, появилась опция централизованного лицензирования. То есть при создании конфигурации того или иного филиала мы можем задавать точку, откуда устройство должно взять лицензию. И далее при добавлении этого конфига на это удаленное устройство, оно автоматически эту лицензию заберет. Оно может забрать его как с единого центра лицензий, да, от Citrix, который используется и для других продуктов, так и функцию центра лицензирования может выполнять SD-WAN-Center. То есть фактически все текущие лицензии приобретенных устройств добавляются из SD-WAN-Center, и далее все филиалы должны забрать эти лицензии из этого центра. Небольшая пометочка, да, контроллер нода не может быть настроен таким образом, то есть на контроллер ноду лицензия должна быть добавлена вручную. Ну, наверное, оно и логично, да, что контроллер нода – это устройство, которое настраивается первым в непосредственной близости от него, да, и там, в принципе, какого-то такой автоматизации оно не требует. Региональный нод, но партнерзировать, естественно, удаленно. Тем самым мы, скажем так, значительно снижаем, в принципе, время внедрения или перехода на новый продукт SD-WAN, да. Как один из примеров, ну, он такой больше мировой, поскольку связан с Бразилией, да, ну, понятно, Бразилия далеко, но, тем не менее, задачи у сетевых инженеров там такие же, как и у нас, так как и во всем мире. Был проект по переводу большой ритейловой сети на, соответственно, Цитрикс SD-WAN. Сеть, я не помню, как она называлась, да, она какая-то, ну, локальная бразильская сеть, ну, по принципу 7-11, да, то есть огромное количество небольших магазинчиков, которые распределены по всей территории страны. Ну, и, соответственно, переход был сразу на 10-й версии, да, то есть в 10-й версии, что позволяло за ночь, да, то есть за технологическое окно переводить до 70 филиалов единовременно, да. Ну, понятно, что в случае, скажем так, классических сетей передачи данных, это, ну, наверное, нереально, скорее нереально, либо требует какого-то огромного человеческого ресурса. Так выглядит Центр Лицензирования, да, на SD-WAN-центре, про который я говорил, да, как я уже описывал, на него добавляются все лицензионные файлы, которые у нас есть, на все модели используемые, ну, и, соответственно, удаленное устройство будет его брать отсюда. Лицензия должна выписываться теперь на хост-одис сервер лицензии, да, ну, как это и было всегда в случае централизованного лицензирования на других продуктах. Таким образом выглядит конфигурация централизованной лицензии для какого-то либо регионального, либо аргентского узла, да, то есть, ну, фактически ничего здесь, наверное, необычного нету, да, это мы выбираем редакцию этого устройства, выбираем лицензионный сервер, говорим, что ты будешь нелокально централизованно все забирать, ну, и все, и в путь, соответственно, конфиг залит, лицензия получена. Логично возникает вопрос, да, а что, а как устройство вообще может как-то взаимодействовать сети, да, на примере тех же самых предыдущих версий, как оно вообще может получить конфиг, на какой скорости. Для того, чтобы устройство могло получить конфигурацию, в котором также может быть прописана вот центр лицензирования, либо лицензия, на устройствах добавлен пробный период, то есть такой грейс, грейс старт для устройства. Соответственно, при включении устройства в сеть, да, там, ну, понятно, что она автоматически под поддержкой IP получает какой-нибудь адрес, настроен, естественно, в филиале, или он сразу втыкается в интернет и получает от интернет-провайдера IP-адрес, пытается запросить какой-то, пытается получить первоначальную лицензию, да, то есть она там хочет, хочет ее, требует. Естественно, если мы ничего не сделали с устройством первоначально, она не получает, выскакивает уведомление администратору, что устройство переведено вот в этот пробный период, он длится 30 дней, в течение которого администратор, соответственно, должен добавить либо конфигурацию с центром лицензии, либо файл лицензии. На этот тестовый период, независимо от модели, производительность будет ограничена 10 мегабитами в секунду, ну, что в целом, наверное, достаточно для того, чтобы провести какие-то первоначальные манипуляции удаленно, ну, и, соответственно, сделать устройство полноценным. Следующее, что добавилось, опять же, в плане масштабируемости и управления этим, этой системой, это Nitro API интерфейс. Раньше он тоже присутствовал, да, но те операции, которые можно было произвести с помощью этого интерфейса, были довольно ограничены изменением в протоколах маршрутизации, изменением в таблице маршрутизации, там, возможно, добавлением какого-то нового сервиса, либо изменением его приоритетов. То в 10.0, соответственно, фактически полную конфигурацию устройства можно сделать через API интерфейс, да, то есть в данном случае устройство с версии 10.0 может быть полноценным участником общей SDN-сети, да, не только из дивана, да, не только программно-определяемой сети предприятия, но и всего SDN-компании, да, то есть плюс программно-определяемая сеть Soda также может взаимодействовать с распределенной сетью и выдавать какие-то руководства нашим устройствам о том, какое приложение как использовать, например, какое класс обслуживание ему задавать, да, либо вообще заблокировать его на FairWall, который также используется на устройстве, да, там, включить какое-то дополнительное измерение для приложения, ну, и так далее, да, то есть, ну, все фактически, что можно сделать с SDN-ом, можно теперь будет настроить через IP-интерфейс с некого вышестоящего оркестратора. В SDN-центр, да, то есть в эту систему управления также добавлен IP-интерфейс, которого раньше не было, но в данном случае он не используется для управления системой аналитики управления, да, небольшой каламбур. В данном случае IP-интерфейс используется для сбора статистики, да, то есть все, что аккумулирует, собирает и обсчитывает SDN-центр, можно получить на какую-то внешнюю систему с помощью REST-IP команд. В 10.0 продолжилась, можно сказать, интеграция с нативными продуктами Citrix. Сейчас можно смело заявить, что, ну, как это было и ранее, да, устройства Citrix, такие как CloudBridge, да, единственные на рынке, которые могли эффективно оптимизировать и анализировать проходящий трафик ICI-HDX-сессий, но не секрет, что сам протокол ICI-HDX сейчас значительным образом дополняется, каким-то образом обновляется и увеличится его эффективность, что требует, естественно, также неких, скажем так, движений со стороны разработчиков и сетевых продуктов. Соответственно, в 10.0 добавились, ну, фактически, практически все варианты реализации протокола ICI, включая новые дополнения, такие как EDT, да, то есть, ну, можно сказать, перед публикацией приложений или рабочих столов через UDP, да, посредством нового протокола, добавилась поддержка HTML5 ресивера, да, ну, и, в принципе, что значит добавилась поддержка? Это значит, что теперь, как с помощью каких-то жестко заданных правил, так и с помощью встроенного DPI мы можем отлавливать потоки того или иного соединения ICI, да, и также его анализировать, проверять, либо применять какие-то политики на нашем фейерволе, да, то есть, там, запрещать какому-то пользователю какой-то ICI-сессии, например, запускать какой-то тип приложения, да, то есть, это также все возможно. То есть, понимание протокола абсолютно нативное. Да, здесь немножко скриншоты поехали, но в целом мы видим, что так же, как и ранее, мы можем в рамках вот этой вот ICI-сессии, что для большинства производителей это будет, ну, неким единым потоком данных, да, под названием Citrix протокол или ICI протокол, да, мы можем выделять каналы связи, приоритизировать эти каналы связи, либо в зависимости от того, что это за канал, то есть, например, это голосовой, передача голоса в рамках ICI-сессии, либо передача видео, можем применять для этих именно ченелов внутри большой трубы HDX, различные подходы, да, то есть, там, дупликация пакетов, балансировка трафика по нескольким каналам, либо некая приоритизация, да, все с той же отказоустойчивостью и переключением там по потере трех пакетов. На SD-WAN-центре, соответственно, добавился дашборд, на котором можно просмотреть, в каком филиале, какие пользователи, какие приложения или какие сессии запускают. Следующее нововведение – это так называемый application routing, то есть, соответственно, на основе политики, на основе DPI-анализа проходящего трафика выделяется поток того или иного приложения, то есть, это может быть какое-то SaaS-приложение или еще что-то, и решается, как трафик этого приложения пойдет по нашей сети, да, то есть, ну, возможные варианты – это пойдет он через центральный узел, то есть, через наш центр обработки данных, и там выйдет в интернет, пойдет через какой-нибудь облачный forward proxy, через on-premise forward proxy от компании Citrix, либо напрямую к провайдеру услуг, да, то есть, например, к тому же Office 365, либо к Salesforce и тому подобное. Что касается DPI, да, как я уже говорил, добавилась в сигнатуры DPI поддержка HDX протокола, новых его реализаций – это Adaptive Transport, да, то есть, это все, что UDP-based, плюс различные реализации HTML5-ресейвера, да, когда ранее трафик мог определяться просто как там HTTPS, к примеру, да, то теперь мы будем понимать, что это идет HTML5-ресейвер, что это Citrix, и, соответственно, с ним мы можем делать, ну, все то же самое, что и с обычным Citrix протоколом. Теперь нет необходимости, скажем так, добавлять какие-то потоки данных вручную в случае использования, например, недефолтных каких-то портов для взаимодействия в Citrix-инфраструктуре, что тоже встречается, да. Соответственно, сейчас DPI сам вычислит по, ну, по тому же сигнаторному анализу, что за протокол идет, да, независимо от того, что там за IP-адреса либо порты используются, ну, то есть, ну, фактически полноценный DPI. Очень много изменений коснулось маршрутизации. В первую очередь, это добавление шаблонов именно для настроек маршрутизации, да, то есть шаблоны настройки того же SPF или BGP, шаблоны настройки политик экспорта или импорта маршрутов, да, то, что тоже немаловажно, да, например, при использовании вот этой распределенной региональной, да, у нас есть какие-то узлы с едиными какими-то, с единой логикой, в принципе, передачи маршрутной информации. Добавились шаблоны для операторов связи, да, то есть, ну, фактически можно предположить, что распределенная сеть предприятия и само предприятие имеет договора с несколькими поставщиками услуг, обычно там 2-3, да, соответственно, подход к организации каналов сейчас, ну, примерно одинаковый в рамках одного оператора связи. Соответственно, можно выделить какие-то шаблонные значения, да, там пропускная способность, какой-то SLA для этого оператора и далее его применять для настроек всех наших филиалов в дальнейшем. Ну, соответственно, импорт темплейтов выглядят следующим образом, да, то есть просто создается темплейт в глобальной вкладке и далее эти темплейты будут доступны уже в рамках настройки каждого устройства в отдельности, да, в дальнейших разделах. В командную строчку, ну, поскольку это сетевое устройство и понятно, что работать с этими устройствами будут сетевые администраторы, которые привыкли работать с ИСКой, с Джунипером, с Хуавеем и с другими решениями, добавились команды в SLA и, соответственно, существует таблица идентификации, да, как это выглядело в СИСКе, ну, наверное, поскольку это самый такой наиболее узнаваемый, ну, я не очень люблю называть это Cisco-like CLI, да, поскольку данный формат команд придуман не СИСКой, это определенный стандарт, да, но, тем не менее, да, все это называют Cisco-like, пусть будет так. Вот, ну, и, соответственно, технологии команд также на наших устройствах, да, то есть независимо от того, это филиальное устройство либо центральное устройство, мы можем посмотреть все это в нашем любимом черном интерфейсе. Также все по аналогии, мы можем выделять и просматривать какие-то таблицы маршрутизации определенного VRF, либо что у нас, как работает протокол, какие связанности существуют, например, в том же SPF или в BGP, да, количество маршрутов получат, ну, в общем, все то, что мы можем получить через наше, скажем так, устройство, да, используя наше устройство. Следующее изменение, которое добавило здесь ETH0, это поддержка протокола GMP, GMP Proxy, да, соответственно, устройство клиентское, филиальное устройство SD-WAN сообщает с помощью GMP на вышестоящего устройства, что у него есть тот или иной ресивер в той или иной, скажем так, группе получателей, да. Соответственно, далее это все доходит до мастер-контроллер ноды, который, в свою очередь, сообщает уже на маршрутизаторы, маршрутизаторы, ну, скажем так, классические, да, там ядра сети, о том, что здесь у меня есть такой-то получатель, вот, и, пожалуйста, дай мне поток данных, да. Соответственно, далее маршрутизаторы уже там с помощью протокола PIM выстраивают свое мультикаст-дерево до отправителя, ну, и таким образом мы получаем все преимущества мультикаста, которые есть, да, это экономия полосы пропускания для какого-то мультимедиа-трафика, это, фактически, случай АГМП-прокси, это автоматическая настройка, да, то есть нет необходимости теперь настраивать вот это АГМП-дерево вручную, ну, совсем вытекает. Следующее, что добавилось, это поддержка протокола VRRP. Сразу хочу сказать, что VRRP не рекомендуется использовать между самими устройствами SD-WAN, да, поскольку для этого есть другие механизмы, более интересные, там, синхронизация конфигурации и многим другим, да, то есть там есть определенная ролевая модель. VRRP предполагается использовать с нативным маршрутизатором, да, который уже есть в филиале, да, скорее всего, либо есть в центре, ну, скорее всего, наверное, это решение для филиала, да, то есть логика в чем? Citrix SD-WAN и какой-то маршрутизатор, там, Huawei, объединяются в VRRP-группу, по умолчанию SD-WAN будет мастером, да, и, соответственно, например, он будет шлюзом для выхода в распределенную сеть, состоящую из нескольких каналов данных, вот, а в качестве бэкапа будет классический маршрутизатор. Если с диваном что-то происходит, то маршрутизатор становится точкой выхода, скажем так, нашу сеть, ну, и далее он может выпускать по какому-то трафику по резервному каналу, либо используя классические протоколы маршрутизации, каким-то образом это все разруливать, да, то есть напомню, что, в принципе, у наших устройств, ну, помимо VRRP, да, существует ряд, скажем так, механизмов взаимодействия с так называемой Legacy-сетью, да, то есть переход на SD-WAN не означает единовременного перехода на новый подход. Мы также можем строить различные IP-сек туннели, ГРЁ-туннели с текущей сетевой инфраструктурой, да, то есть все протоколы, которые имеют, скажем так, название RFC, также написаны по RFC, да. Проприетарный здесь только вот этот overlay-протокол, который строится между... да, ну, который, соответственно, позволяет нам использовать весь его функционал, да, такое как-то перераспределение потоков, дедупликацию пакетов, балансировку каналов. Что касается производительности, то таблица маршрутизации расширилась для устройств до 64 тысяч маршрутов. Да, понятно, это не FullView, но все-таки это устройство и не призвано быть каким-то border-роутером, да, с каким-то сервис-провайдером. Фактически изменения несколько раз, да, то есть раньше это было порядка 16 тысяч, то есть четыре раза, а вот сейчас 64. Вот опять же за счет, скажем так, оптимизации программного обеспечения. Наверное, на этом все, что я хотел сказать на сегодня про NetScaler, SD-1 и про его новые версии. Теперь я постараюсь ответить на ваши вопросы, которые, я как вижу, задавались. И пойдем дальше. Так. Как можно провести тестирование, демо и показать эффективность решения по оптимизации трафика? Смысл в том, чтобы понять, можно ли применить решение, какова будет выгода от использования него. Есть ли какие-то методы скрипты, программы тестирования, можно ли тестирование, введя исполнение оптимизации трафика? Ну, как да, Сергей уже ответил. Соответственно, есть различные ван-эмуляторы, которым вы можете в определенном виде испортить канал, да, тестовый. и, соответственно, показать, насколько там то же самое скачивание файлов или насколько время отклика в том же самом VDI ускоряется за счет пользования оптимизации. Я в свое время делал демо для и записывал это видео о том, каким образом происходит оптимизация передачи трафика по ван-каналу, ну, как бы, эмулированному ван-каналу. Да, я помню. Да, я постараюсь найти и просто выложить среди тех материалов, которые мы отправим на рассылку всем. На самом деле, ничего сложного в этом нет. Действительно, делаете, берете две виртуальных машины, берете демо-среду, определяете тот, обсуждая с заказчиком, тот трафик, который у вас там ходит и смотрите, каким образом он будет подвергаться оптимизации. Если это решение VDI, то еще надо, конечно, будет в демо-стенд загнать и VDI. И вот тут, собственно говоря, проблем никаких нет. Это, как говорится, совсем другая история. Опять же, да, что мы хотим тестировать? Если мы хотим тестировать оптимизацию, здесь, ну, в принципе, на самом деле, даже все довольно просто. Это ван-эмулятор и два устройства. Если мы хотим использовать SD-WAN вот стандарт, про который, в общем-то, я сегодня рассказывал, то здесь, ну, наверное, несколько сложнее, потому что подразумевается использовать несколько каналов связи, то есть, ну, их также несложно симулировать, в принципе, с помощью тех же самых ван-эмуляторов и на ходу портить каналы связи и смотреть, как прыгает поток трафика, да, там, в зависимости от того, как деградировал канал, либо где потери произошли, либо там полоса по какой-то причине изменилась, да, то есть, это также все можно симулировать в рамках, скажем так, одного сервера, без каких-либо проблем. Какую версию SD-WAN стандарт-эдишн, энтерпрайс-эдишн или ван-оп лучше использовать для оптимизации трафика HDX? Смотрите, что касается оптимизации, то это либо ван-оп, либо энтерпрайс-эдишн. По функциональности они должны быть с точки зрения оптимизации одинаковыми. Да, да, но оптимизация там и так одинаковая, с одним и тем же программным обеспечением. Ну вот, но если мы говорим про филиал, в котором есть два и более каналов связи, то здесь все-таки лучше говорить либо про стандарт-эдишн, да, и мы получим тот же самый юзер-экспириенс, ввиду того, что трафик будет переключаться между каналами, в зависимости от того, что сейчас, в данный момент времени, какой канал лучше, да, то есть это несколько другой подход. Либо интерпрайс-эдишн, когда мы с оптимизировав, будем так же еще переключать, то есть, да, такое все в одном решении. Ну, Миш, я думаю, что мы там же, учитывая, что мы можем определять и подканалы, и HDX, можем перенаправлять, скажем так, трафик в зависимости от активности в каком-то из подканалов на более, например, абсолютно точно. Или что это за приложение, что это за канал идет, да, там, голос, соответственно, мы его будем пускать там по определенному пути. Да, было еще два вопроса. Да, чем возможности SD-WAN центра отличаются от масс? Ну, на самом деле, если я понимаю все правильно, масса у нас с точки зрения управления только часть функционала, остальное там не только управление. И второе отличие масса в том, что он управляет вообще всеми надскейлерами, а не только решением SD-WAN. Ну, добавьте, если я ошибся. Да, то есть абсолютно точно замечено, что масс это решение, которое управляет всеми сетевыми устройствами. Чтобы заранее запутать, скажу, что масс также может управлять и надскейлер SD-WAN стандарт, и ваноп, да, и собирать даже с помощью Upflow, нашего преприитарного, ту же самую статистику, такую как TCP, Insight, да, там, или HDX Insight. На этом все. SD-WAN Center – это узел, который содержит на себе конфигурацию всей-всей нашей распределенной сети. Вот, то есть фактически это узел, который предоставляет нам другой уровень отчетности. Он предоставляет нам информацию о том, какие каналы там в разрезе времени имели ту или инвестицию, какая полоса качества обслуживания использовалась в том или ином филиале, да, то есть на SD-WAN Center мы получаем всю глубину информации, которую мы можем получить с SD-WAN устройства. Вот, MAS, он не призван для этого, это система аналитики, она аккумулирует некую другую информацию и выдает это в виде там отчетов, красоты и всего остального, да, то есть, ну, неких графиков и тому подобное. Здесь больше речь идет про, скажем так, не про аналитику, а про именно мониторинг. То есть, мы можем, ну, и можем, и скорее даже должны управлять все инфраструктуры с SD-WAN Center и плюс ко всему отслеживать все, что происходит, все метрики, которые происходят на наших устройствах. И, Миш, еще был вопрос про SSL-трафик, но, честно говоря, я его не очень понял, поскольку мы же не говорим о нетскелерах глобально, где идет SSL-оффлоудинг, а если говорить про оптимизацию SSL-трафика, ну, ближайшее, что ко мне пришло на ум, это оптимизация HDX-протокола, который, ну, зашифрован. Нет, соответственно, HDX-трафик, да, ой, HDX, SSL-трафик, естественно, также можно оптимизировать. смотрите, если мы говорим про 1-оп, да, именно про 1-оптимизацию, без построения оверлая и тому подобное, то есть то, что было раньше Cloud Bridge, то есть с L-оптимизация там всегда была, да, она имеет два режима работы, да, это прозрачный и в разрыв, скажем так, сплит, когда устройство содержит на себе серверные сертификаты и, соответственно, имеет возможность расшифровать вот этот клиентский трафик, который проходит через него. Вот. Знаешь, из-за чего возник? Из-за того, что на доске, который ты показывал, там не было отдельной строчки количества SSL-сессий в секунду, которая поддерживается. Это не про это решение, да, то есть это не про SD-WAN стандарт. SSL-трафик для него будет обычным трафиком, который будет рассматриваться с помощью там, того же DPI-анализа, да, на основе там какой-то последовательности запросов-ответов, либо там какой-то еще там евристики, да, но какой-либо расшифровки здесь нет, ну и, в общем-то, наверное, не имеет смысла, да, то есть в случае SSL-а здесь идет анализ либо на уровне той информации, которая идет в SSL-хл, то есть можно вычислить, куда этот запрос идет, либо, я говорю, на поведении этого протокола, но в другом, для какого-то рода вскрытия этого трафика существуют другие решения, да, например, тот же самый Secure Web Gateway, так как Forward Proxy, который позволяет в принципе расшифровывать весь проходящий через него трафик и применять какие-либо политики. Кстати, подобный функционал также появится в Netskiller SDIVAN 10.0, но чуть позже. Окей, так, коллеги, еще вопросы? Есть пожелания, идеи? Я в чате кинул ссылку на, мы обсуждали в прошлый раз на нашем вебинаре о том, какой бы канал завести для того, чтобы иметь возможность общения пользователям, партнерам, инженерам компании C-Tech Systems в России. Мы в итоге, посмотрев на имеющиеся опции, выбрали Telegram, соответственно, ссылочка приведена в общем чате. telegram.me t.me slash cug ciz Citrix User Group CIS. Поэтому все, кто хотят присоединиться, welcome, подключайтесь, задавайте вопросы, пишите ответы, если можете написать ответы на поставленные вопросы, делитесь документами, которые, скажем так, считаете, могут быть полезны другим участникам сообщества. Для остальных напоминаю, что у нас на следующей неделе будет третий вебинар из серии, посвященном настройке аутентификации в рамках NetScaler и Zen Desktop. И мы поговорим про многофакторную аутентификацию и в качестве приглашенных выступающих у нас будут представители компании Aladin. Ну, поскольку, поскольку я смотрю, вопросов у нас больше нету. Миша, спасибо большое, спасибо всем за время, за то, что присоединились к нашему вебинару. Ждем вас на наших следующих мероприятиях. Спасибо большое, до свидания. Спасибо, коллеги, всего доброго.